Работать сюда приходят уже на первых курсах обучения и решают связать свою жизнь даже после окончания вуза. Во многом благодаря коллективу. Преподаватели и сотрудники делают это место по-своему уникальным. Это даст возможность людям оставаться здесь и развиваться здесь. Вместо того, чтобы ехать даже за какими-то мелочами. То есть просто-напросто для того, чтобы поработать где-то на каком-то приборе или еще что-то, ехать в какой-то другой научный центр. То есть хотелось бы верить, что Орел сам превратится в своего рода научный центр. Такие условия возникли благодаря программе мегагрантов правительства России. В ходе ее реализации была оснащена всем современным оборудованием лаборатория клеточной физиологии и патологии. Уникальность лаборатория в том, что она соответствует всеми международным стандартам. Вместе с ребятами, вместе с контрактной службой и другими управлениями университетами мы занимались непосредственно выбором оборудования. Это закупка оборудования и в принципе оснащение. То есть все, что вы здесь видите, это было куплено на деньги мегагранта. И благодаря этому мы работаем и развиваем нашу деятельность. Данное оборудование позволяет исследовать очень многие, очень тонкие аспекты в области молекулярной биологии, в области нейродегенеративных заболеваний. Собственно, чем мы здесь и занимаемся. А вот сегодня научно-технологический центр перевернул новую страницу своей истории. Официально после завершения всех работ распахнула своей двери лаборатория клеточной физиологии и патологии. Начала она свою деятельность еще в 2019 году, пусть и в ограниченном режиме. Первыми посетителями стали глава Россотрудничества Евгений Переваков и депутат Госдумы Ольга Перепенко. Мы имеем как бы замкнутый контур здесь. Мы можем от клеток, дальше вот на уровне биомедицинской фотоники мы смотрим ткани и заканчиваем пациентам. То есть вот эта публикация, которая принята в журнал «Нечья группа», она как раз уже на пациентах ведущих медицинское учреждение Орловской областной клинической больницы. Все это индексируется международно, а по-моему увеличивает рейтинги. Это, естественно, увеличит наш рейтинг университет, потому что очень высокий там импакт-фактор. И, соответственно, вырастет у всех научных, орловских научных сотрудников, естественно, индекс Хирша тоже подрастет. Анастасия Гришина, Влад Кольцов, телеканал Первый областной.